лет десять назад когда был строительный бум и мы делали по 300 дверей в смену перед нами стал вопрос покраски этих полотен изготовлены они были из мдф или dvp по нашему так они выглядели стоили очень дешево соответственно и покраска должна была быть недорогой это даже было не покраска а грунтовка лучше всего для этого подходила водоэмульсионная краска но наносить окраска распылителем не получалось для этого она очень густая попытки развести ее водой не давали положительного результата вода на поверхности мдф собиралась в капли и соответственно окрашивание было некачественным в общем перепробовал массу вариантов мне в голову пришла как некогда казалось гениальная мысль я подумал спирт отлично растворяется с водой и при этом скорость испарения у него очень большая и это давало надежду что будет решением проблемы купить чистый спирт не так просто да и цена у него не маленькая а мы ведь помним что покраска должна быть недорогой и тут мне в голову пришла как мне тогда казалось другая гениальная идея в качестве растворителя решено было испытать анти замерзающую жидкость или по простому не замерзайку ведь она как правило сделана на основе спирта мы купили в магазине четырехлитровую канистру и начали пробовать развели водоэмульсионку до нужной консистенции накрутили на редукторе максимальное давление и о радость краска легла идеально все получилось как нельзя лучше кроме того в качестве бонуса мы получили еще и приятный апельсиновый запах в малярном помещении ведь не замерзайка была еще и ароматизированной мы находим оптового поставщика закупаем 300 литров жидкости и начинаем работать нужно сказать что малярка и маляра это геморройная тема для любой столярки и вряд ли кто будет с этим спорить из-за этого постоянных маляров у нас не было красили по очереди но благо что народа было много и очередь подходила не так часто но хоть и не часто но загнать в малярку очередного работника было проблематично всегда находились какие-то отговорки ну тем не менее процесс пошел и ничто не предвещало ничего необычного дела заставили меня на несколько дней уехать в командировку и события развивались без моего участия когда я через какое-то время появился мастерской и спросил как идут дела с покраской мне сказали что все идет идеально качество отменное спрашиваю чья сегодня очередь работать малярки на что услышал ответ да нет никакой очереди сейчас там постоянно работает вася и толик для меня это было удивительным и я спросил ребята может все таки сделаем замену на что получил категорический отказ ну ладно думаю раз проблема маляров решилась сама собой так тому и быть пошли в малярку они показали мне как все у них ловко получается один поливает а другой еле успевает подносить очередную дверь в общем красота можно подсчитывать прибыль и мечтать о развитии ближе к обеду проходя мимо курилки я услышал радостно возбужденный диалог новоиспеченных маляров меня начали мучить смутные сомнения но я не дал волю домыслам поскольку у нас мастерской строжайший запрет на употребление алкогольных напитков я не мог себе позволить усомниться в том что ребята нарушили табу за час до окончания смены я снова пришел проведать малярку и тут увидел картину маслом вернее не маслом а водоэмульсионной краской разведенной спиртом вася лежал на стопке дверей подперев голову ладошкой а толик сидел на 30 литровой фляге с краской курил и рассказывал о своих похождениях в молодости на мой вопрос что за херня здесь происходит услышал ответ василич не кипишуй норму мы давно выполнили и имеем право на законный перекур перекур в малярке да еще лежа на стопке новых дверей это конечно было что-то из ряда вон выходящие они были прилично пьяными я спросил где они нажрались но внятного ответа конечно же не получил в общем вся эта канитель затянулась на некоторое время но понемножку трагизм ситуации начал развеиваться и вина ребят показалась мне не такой же большой да и вообще уходить из малярки перехотелось и захотелось пообщаться по душам короче какими-то невероятными усилиями не все-таки удалось покинуть помещение малярки и соответственно эту теплую компанию и выйти на свежий воздух до меня начало доходить что вина но и всему пары спирта которые исходили от сохнущих дверных полотен пока работала приточно-вытяжная система никакой опасности не было тем более что работа велась в респираторах но как только выключалась вентиляция пары спирта делали свое дело находясь 8 часов работы малярки не нужно было даже употреблять спирт в виде жидкости его достаточно было для того чтобы человек почувствовал себя абсолютно неадекватным но этот факт мужиков абсолютно не расстраивал впервые за историю нашей мастерской на работу пришли трезвые столяра а за ворота вышли пьяные на другой день несмотря на их порывы продолжить героическую эпопею по покраске дверей я все-таки эту тему закрыл и задумался над покупкой аппарата безвоздушного нанесения лакокрасочных покрытий который с давлением 70 атмосфер наносит краску любой консистенции в том числе и водоэмульсионную кстати антизаверзающую жидкость я израсходовал только прошлой зимой хватило на очень много лет использования в автомобиле по прямому назначение спасибо всем за просмотр я постараюсь вспомнить еще что-нибудь интересное